В обеденный перерыв они метают ножи. Такое хобби для себя открыли златоустовские оружейники. Попасть в яблочко с расстоянием в несколько метров здесь может любой работник. И заняться этим предлагают даже гостям. В мастерские то и дело заглядывают экскурсии. Власти города мастеров вообще делают ставку на туризм. Развивая эту сферу, чиновники планируют привлечь дополнительные средства в бюджет. Подробнее Екатерина Амелина. Этот мастер-класс специально для журналистов. Однако попасть точно в цель у новичков получается не сразу. Чем ближе возьмешь к концу, тем быстрее он будет в полете вращаться. Чем ближе к центру тяжести, тем он будет вращаться медленнее. Туристы здесь тоже могут метать ножи. Экскурсии по оружейной фабрике проходят едва ли не каждый день. Есть даже собственный гид. За час Виктория расскажет и об истории оружия, и о том, как кусок металла превращается в клинок. Это магнитная столешница, на которой с двух сторон шлифуется поверхность. Вот даже лежит заготовочка, она видна. В гильдии оружейников Златоуста создать ее предложил губернатор Юрьевич. Сейчас 12 мастерских. У каждого предприятия своя специализация. Так здесь воссоздают исторически достоверное оружие. Рапиры и сабли разных веков. Виталий Балашов с дамасской сталью знаком около 20 лет. Интересно то, что сначала и до конца. Берешь железку, получается изделие. Когда-то в этих цехах делали клинки для армии. Сегодня продукция больше ориентирована на коллекционеров. Мы делали щит и меч для Путина в свое время. Мы делали для Назарбаева комплект. Такой же вроде бы щит и меч. У короля Саудовской Аравии есть наше изделие. Развивая туризм с помощью украшенных рисунком клинков, власти Златоуста намерены сделать оружейный бренд известным на весь мир. Это по задумке должно привлечь в город инвестиции. Экскурсионные программы в ближайшее время появятся и в других оружейных мастерских. Продолжение следует...